Региональный УФАС уже не первый раз в этом году проводит публичное обсуждение совместно с органами власти, надзорными ведомствами и общественными организациями. Совсем скоро, по мнению УФАС, доработают программу по внедрению антимонопольного комплайенса во все госструктуры. И сейчас нужно разобраться, что это и как с этим работать. Согласно данным, большинство нарушений в антимонопольном законодательстве регистрируются именно со стороны государственных органов при закупках и проведениях конкурсов. Чтобы снизить это количество, предлагается в каждую структуру добавить человека, который бы перед опубликованием нормативно-правовых актов проверял их на соблюдение закона. Как правило, это те, кто осуществляет правовую экспертизу нормативно-правовых актов. Возможно, те лица, которые ответственны за антикоррупционную составляющую. И, конечно же, эти лица не будут накладывать в это все-таки. Будут проводить анализ на нарушение антимонопольного законодательства, на выявление, то есть количество выданных предупреждений в адрес органов власти. И уже потом будут формировать определенные карту рисков и мероприятия, которые позволят сократить эти риски. Система антимонопольного комплайенса должна заработать по прогнозам уже в этом году. Также на публичных обсуждениях в качестве примера вспомнили конкурс перевозчиков от администрации, который УФАС отменяла несколько раз из-за неправомерно завышенных требований. Прокуратура же обязывает провести его как можно скорее. История не до конца еще разрешена. Соответственно, все документы нормативные приведены в соответствии. И в соответствии с этими приведенными документами уже был объявлен новый конкурс. Как бы он частично по решению суда по нашему иску удовлетворен. По ряду маршрутов 54, 55, 107, 118 конкурсы проведены. Свидетельства выданы. Жалоб ни к нам, ни в УФАС не поступало. По 14-28 конкурс был не объявлен. Согласно решению суда должен быть объявлен до 30 марта. Как говорят специалисты, антимонопольный комплайенс снимет не только подобные проблемы, но и многие другие. Тем более, что по указу президента к 2020 году общее количество нарушений в антимонопольной сфере должно снизиться в два раза. Алексей Чернов, Максим Марарик, городской телеканал ЮТВ.